всем доброго времени суток всем привет сегодня мы на канале галина кухня и готовьте вкусно сегодня приготовим сам су с тыквой для теста я взяла муки 320 грамм это два стакана если нету весов масло растительное две-три ложки в тесто пойдет сливочное масло и масло растительное для смазки нашего теста это будет все позже в тесто у нас пойдет разрыхлитель и водичка 200 миллилитров конечно же соль с пол чайной ложечки для начинки нам понадобится грамм 400 тыква 100-150 грамм репчатый лук зелень черный перчик и соль по вкусу замесим тесто делаем углубление водичка у нас теплая градусов 35-40 можно взять я выливаю сразу муку всыпаю соль с пол чайной ложечки добавим разрыхлитель чайную ложечку вот этого будет достаточно ровная ложечка без горки сразу я волью масло две ложки этого достаточно и теперь замесим тесто прямо сразу все рассчитано поэтому я сразу замешиваю ложечкой ну а дальше уже руками замоем ложку и замесим руками и так замесили тесто и мы его слегка помесим на столе ну минут пять пока я буду вымешивать тесто я займусь приготовлением начинки тыкву и лук нам нужно будет достаточно мелко нарезать поэтому сейчас я сначала нарезать на такие кусочки так будет удобнее очистить ее от кожуры очищаем примерно 400 грамм тыквы если тесто сильно прилипать со столу берем чайную ложечку масло растительное чуть-чуть смазали стол и продолжаем дальше тем самым тесто становится более податливая хорошо набухает клейковиной и с ним очень приятно работать и тем самым тесто очень хорошо будет вытягиваться мы готовим слоеную самсу с вытяжного теста далее тыкву нарезаем на мелкие кубики тесто мы вымесили хорошо а теперь тесто подкатываем вот такое тесто должно у вас получится мягенькая эластичная к рукам абсолютно не липнет к столу тоже подкатали а теперь нарежем на кусочки то есть сколько будет у нас самцы что 10 до 30 чем больше чем больше чем лучше нарежем на 10 частей небольших на самца будет небольшая например режем вот такие вот кусочки прям небольшие будем делать так я порезала на 8 частей на 10 галя не получилось а теперь мы подминаем каждый кусочек теста просто так закругляем округляем на столе вот таким вот движениями раз-раз-раз и все это каждый кусочек тесто вот так тесто очень нежная мягкая эластичная повторяю повторить этот рецепт вам тоже понравится и все получится друзья мои а точное соотношение ингредиентов как всегда вы найдете в описании под роликом прикроем тесто на 5 минут дадим ему отдохнуть у нас прошло минут пять а теперь берем с первого кусочка теста и будем его подкатывать подкатываем вот так берем тарелку и теперь делаем так льем масло около чайной ложечки размазали кладем тесто опять сверху масло это каждый кусочек раскатаем и смажем маслом и так я подкатаю все кусочки тесто и смажу маслом дадим ну где-то минут 15 отдохнуть то для того чтобы наше тесто хорошо вытягивалась кладем сверху теперь уже льем масло только сверху на тарелку мы налили масло вот так и тут все тесто тыква мы нарезали отправляем ее в миску и далее будем нарезать клетчатый лук у меня здесь полторы головки нарезаем на достаточно мелкие нарезанный лук отправляем к тыкве и теперь осталось нарезать небольшой пучок зелени у меня здесь петрушка тиза и укроп и можно использовать абсолютно любую которая вам больше по вкусу зелень нарезали отправляем в миску добавляем по вкусу черный молотый перчик перчик очень хорошо сочетается с тыквой соль добавляем по вкусу начинку остается тщательно перемешать посмотрите вот такая красочная аппетитная начинка у нас получилось мы раскатали все тесто накрываем пакетиком и оставляем минут на 15 подготовим наше масло нет сливочное масло 150 грамм можно 100 грамм взять тут уже как вам добавлю сюда грамм 50 растительного теперь можно вот так просто размять перемешать совсем идеально не нужно начинка так сказать масляная готова у нас прошло 15 минут пора заняться тестом теперь начнем с первой стопки переворачиваем выкладываем кусочек теста на стол давай галь помогаю у меня стол же масляный как бы а ты немножечко возьми масло на стол помашь и теперь делаем так легко рукой вот так вот растягиваем по столу а дальше уже подтягиваем вот так вот место нужно побольше аккуратно тянем чтобы не порвать пальчиками и вытягиваем не страшно да 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 конечно не расправитесь вот так достаточно просто вот как видите ничего сложного а многие боятся тесто вытягивать его это сложно сколько дотянули столько дотянули края если не дотянули будете просто таким вот образом стал к подкатали немножечко все отлично идеально вот так вот мы встретились с тобой всего держите искалка теперь делаем так берем масло сливочное ну и прям вот так хорошую ложку грамм 15 наверное и размазываем по тесту не боимся вот так прям хорошо смазать не жалеем масло готовим для себя поэтому не жалеем если для гостей можно экономить масло можно еще немножко маргарин туда для гостей а для себя не жалеем масло сливочное это самое вкусное в этом пирожки надеюсь все поняли края и стараемся его собрать вот так вот раз вот отсюда берем поправляем а тут уже вот так вот подтягиваем по маслу хорошо идет в тесто с этой стороны берем опять сюда складываем вот так то есть делаем узкую дорожку сильно широкую тоже не нужно если совсем широкая вот так чуть-чуть и сузили у меня готова уголе тоже отлично теперь берем нашу начинку и тут уже как вам нравится можно рассыпать вот так вот так рассыпать ну пару ложечек можно взять начинки вот так а можно положить горкой это же все свернуть а ты на одном месте да а теперь делаем так берем два конца в руках делаем один сюда один сюда смотали а теперь вот так вот раз два раз и я делаю тоже два раз два и я делаю то же самое так отлично так отлично на 3 штук того забрали все а теперь укладываем нашу самсу на противень так давай тебе с этой стороны а чтобы у нас да 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 там у нас начинка в одном месте тут у нас немножечко мы рассыпали все уложили и так мы лепим всю нашу самсу стол слегка смазываем маслом чтобы наше тесто нигде не прилипало и вытягиваем наше тесто сначала мы по серединке растягиваем мы потом дальше вот так аккуратненько тянем духовку мы включили разогреваться духовку разогреваем 180 градусов выпекаться наша самса будет 40 50 не забываем маслечком смазать маслом и не жалеем а теперь собираем наше тесто самсу мы с галиной налепили отправляем духовку ставим посередине ну конечно же мы забыли смазать яйцом и посыпать кунжутом ничего бывает исправимся мы вытащили самсу из духовки размешиваем один желток с 1 чайной ложечкой воды и смазываем немного совсем чуть-чуть для того чтобы наш кунжут прилепился но поверьте самса испечется и без яйца с кунжутом но так будет красивее и вкуснее духовка на согрета 180 градусов отправляем духовку на минут 50 ставим посередине кому-то понадобится 40 минут а кому-то 50 смотрите по своей духовке самса наша готова изымаем с духовки подаем на стол аккуратненько выпускаем пар иначе обжечь себе можно мой какая красота вот так мы умеем печь самсу с галиной да галина да при всем при этом посмотрите какая она аппетитная румяная а аромат просто шикарный вынимаем на блюдо и подаем на стол а Вот такая хрустящая самца получается. Готовится очень легко. Очень слоеная и вкусная. Ну что, нам осталось попробовать, да? Да. Тыква очень мягкая, сочная. И что я так раньше не готовила? Это всегда из ряда вон выходящий вопрос. Классно. Ну а кому понравилось, ставим лайки. Всем пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова